Всем привет! Меня зовут Лина. В этом видео я покажу вам свой законченный скетчбук. На обложке Сяо из Геншина развороты скетчбука я украсила наклейками, можете поставить и на паузу, и рассмотреть. Еще тут закладка, которой я пользовалась, пока рисовала в этом скетчбуке. На закладке изображен грейл и на обратной стороне Себастьян. Начало я его вести с 24 марта 22 года и закончила 14 февраля 23 года. Первый арт. Это Нанами Шираной и Акито Шукури. Это персонажи из аниме. Норм 9. В целом арт неплохой, спустя длительное время он мне все еще нравится. А еще на обратной стороне артов я пишу цитаты персонажей. Если хотите, можете почитать. Идем дальше. Здесь у нас Алиса Цубер из аниме, мастера меча онлайн. Этот артик занимает особое место у меня в сердце. Мне кажется, это один из лучших артов в этом скетчбуке. Дальше. Это Серпантинка. Это вторая владелица этого канала. Мы с ней договорились на трейд, то есть я рисую ей, а она мне. Это Кроули Юсфорд. Персонаж из аниме. Последний Серафим. Тут мы также с Серпантинкой договорились нарисовать любимых персонажей друг дружки. Честно, я не помню, Кава просила нарисовать Серпантинку, но в ее обзоре можете посмотреть. Это Сукуна из Магической битвы. Не знаю, что сказать. В целом нормально. Но и нет. Такое средний артик. Далее глазурная лилия из Геншина. Для меня не свойственно рисовать цветы и тому подобное, но тут мне нравится, как получилось. Кстати, ближе к концу скетчбука будут еще арты с цветами. Это так, маленький спойлер вам. Камисата Аята из Геншина. Я очень люблю этого персонажа. Выбила его в первый день его баннера. Изначально мне не особо нравился этот арт, но сейчас я им довольна. У меня часто бывает, что работа мне не нравится поначалу, а спустя время я начинаю ее любить. Я же не одна такая. Федор Достоевский и Николай Гоголь из Бродячих псов. Это фрейм из манги. Я перерисовала в своем стиле. Если не забуду, то вставлю в видео. Мне нравится, как получился взгляд Гоголя. Идем дальше. Тут у нас миленькая лисичка Шира из Лисы Сенка. В этой работе я нарисовала бы позу немного по-другому. Ну а так в целом нормально. Тут Чоучо из Борута. Получилось неплохо. Персонаж сидит и аппетитно кушает рамен. Глядя на это, мне самой захотелось перекусить. Кстати, приятного аппетита тем, кто смотрит это видео и кушает. Здесь рассмотрели. Двигаемся дальше. Итак, Энджел Даст. Нарисовать его я решила в честь выхода его нового дизайна. Но, наверное, старый дизайн мне нравится больше. А вам в этом я бы изменила только размер персонажа на листе. Получилось немного маловато. Это персонаж, принадлежащий серпантинке. Имя она просила пока не говорить. Я люблю этот арт. Мне нравится, как он нарисован и его цветовая палитра. Кстати, тут я впервые использовала белую гелевую ручку. Ойкова Таору из волейбола. В целом, идея арта интересная. Можно также порисовать остальных персонажей. Взгляд у Ойковы интересно получился. Это Эмилика и Кейт из Дома теней. Идея была интересной, но Кейт нужно было нарисовать немного по-другому. Сейчас я бы разместила ее немного дальше за спину Эмилика. Дальше Куки Синобу из Геншина. Что сразу бросаете в глаза, так это отсутствие маски. Я объясню. На тот момент я не смогла нормально нарисовать ее. Поэтому я решила оставить нашу Синобу без маски. Но думаю, нечего страшного в этом нет. Флок из Атаки Титанов. Я считаю, это тоже одним из лучших артов в этом скетчпуке. Это момент из самого аниме. Но ничего рассказывать не буду, дабы избежать спойлеров. Мне нравится, как нарисован фон. Вроде бы это не маркеры, а карандаши. Барбара из Геншина. Я обожаю этот артикл. Мне нравится, как тут нарисовано тело. После этого арта я стала часто рисовать в полный рост. Многим, кому я показывала скетчбук, отвечали именно этот арт. Итак, дальше у нас Руи. Наверное, я часто говорю, что это лучший арт в скетчпуке. Но я скажу это снова. Мне нравится, как нарисован и покрашен персонаж. Фон также хорошо дополняет всю работу. Красные паутинки и черная заливка отлично смотрятся и создают атмосферу. Банник сис, Леди Баг. Кажется, не стоило рисовать ее в полный рост. Ибо мне кажется, что деталей костюму не хватает. Хотя это и я могла плохо нарисовать. Изабелла из Инканто. Задумка неплохая. Но нужно было нарисовать побольше цветочков. Но да ладно. Хорошая идея приходит в конце. Гора из Геншина. Как я и говорила, я стала часто рисовать персонажей Геншина в полный рост. Это также один из тех артов, который нравился людям. Мне также нравится эта работа. Гора получился миленьким, как и собачка, которая летает рядом с ним. Сумеречная искорка. Вот как сказать, мне этот арт не особо нравится. Я им недовольна. Стоило постараться над ним побольше. Далее, Акутагава Рюмаски, мой муж. Я обожаю этого персонажа. Тут опять же таки перерисовка фрейма из манги в моем стиле. Оригинал я также размещу в уголке. Мне нравится, как получилась работа. Но на данный момент цвет формы и щелек красный. Но я решила красить, как в манге. То есть зеленом. Сяо из Геншина. Серпантинка часто мне говорит о том, что ей нравится эта работа. Кстати, тут у меня нарисовано, как Сяо идет, а вокруг него карма. Просто некоторые думали, что он лежит на травке. Но нечего, бывает и такое. Это наши с Серпантинкой персонажи. В белом это Серпантинкен, а в красном мой. Я решила нарисовать их вместе, так как их история немного связана. Несмотря на то, что принадлежат они к разным идеям. Пока это звучит странно и непонятно. Но когда мы начнем знакомить вас с нашими персонажами, все станет понятнее. И это опять фрейм из манги. Тут Тачихара и Мари. Да в этот промежуток времени я читала Бродячих псов. Отсюда и такое большое количество фан-артов. Чайлд Тарталья из Геншина. Карту у меня двойные чувства. Он мне вроде нравится, но вроде что-то не то в нем. Тарталью я обожаю. Очень ждала его Реран и собственно смогла забрать его домой. Это моя ослина. Тут я изобразила свою веселую и грустную версию. Если смотреть по отдельности на половинке, то выглядит прикольно. Стола связатского босса. Это его наряд из последней серии. Тут если присмотреться, можно увидеть блестки. Изначально я видела этот арт немного по-другому. Я хотела нарисовать его в полный рост, но получилось так. Ну нечего, обязательно нарисую его в полный рост. Это мои персонажи. Кстати, если посмотрите обзор от серпантинки, то она их рисовала мне в подарок. Идея арта мне пришла, когда я увидела дерево в огороде своей бабушки. Под ним лежало много абрикосов. Поэтому две эти булочки лежат под деревом и кушают абрикосы. Этот арт тоже нравился многим, кому я показывала скетчбук. Это опять моя ось. Тут у меня в руках игрушка котика. Эту игрушку я увидела в Алиэкспрессе и загорелась идеей купить ее. Но пока не приобрела, коплю деньги, чтобы взять самого большого. И вот на удачу я нарисовала этот артик. Калея из Геншина. Мне очень нравится котик Калеи. Но одного его рисовать скучно. Поэтому я решила разместить и хозяйку этого милашки. Элфи Мили. Сейчас я бы расположила персонажи немного по-другому. Это снова моя ось. Да я стала ее чаще рисовать. Этот образ я рисовала из своей жизни. То есть такая одежда у меня реально есть. Тут она у меня получилась такой дерзкой, недовольной. И мне нравится фон с крестиками и ноликами. И на подработке. Люцифер из Сатаны на подработке. Это мой любимый персонаж. Почему-то я долго не могла его нарисовать. Но в один момент села и решила, что он достоин своего фан-арта и нужно начинать работу над ним. Мне кажется, это также один из лучших артов в этом скетчбуке. Дальше у нас Шуицки и Микака Гейхера. Это мои любимые вокалоиды. Кстати, у меня есть их фигурка. Но один недостаток это цвет фона. Сейчас я бы нарисовала по-другому. Это Тепти. Это, наверное, самый-самый лучший арт в этом скетчбуке. Мне нравится атмосфера этого арта. Как нарисован персонаж и его взгляд. Чарли и Люцифер из отеля Хасбин. Мне нравится, как выглядят цвета вместе. Палитра приятна. Решила я нарисовать этот арт в связи с новым дизайном Чарли. Но так я давно хотела нарисовать Люцифера. То решила изобразить их сразу вместе. Как говорится, двух зайцев одним выстрелом. Луна из Адского Босса. Для меня очень трудно рисовать Фурри. Но в целом получилось неплохо. Тут она держит стаканчик кофе и телефон. Кай из Лева Ниндзяга. Недавно я начала пересматривать этот мультик. Так сказать, вспомнить свое детство. Но и Кай был моим любимчиком. Поэтому я нарисовала его. Но и других персонажей я планирую нарисовать. Но этом скетчбуке их нет. Сёгун Райдин из Геншина. Тут у меня тоже смешанные чувства к арту. Я хотела нарисовать ее передом к зрителю. Но вышло так. Так что я планирую ее рисовать в полный рост еще раз. Но опять же это не в этом скетчбуке. И мне нравится фон. Я долго думала, что нарисовать сзади. Хотела разместить много маленьких донго. Но здесь Сёгун не веселая. Поэтому донго бы не смотрелись бы. Хакута Хидака из Звездного ансамбля. Я хочу отрисовать так всех айдолов. Но опять в этом скетчбуке больше никого нет. Мне нравится, как он получился. И идея фона тоже прикольная. Итак, тут у меня очень большой перерыв в артах. В это время у меня началась зимняя сессия в универе. Пока я писала билеты, готовилась к зачетам времени на рисование у меня не было. Поэтому в декабре и январе я очень редко бралась за маркеры и скетчбуки. Тут у нас три мои ос. Акахера, Лина и Артемида. А этого котика зовут Персиваль. Единственное, что я бы изменила в этом арте, это Артемиду. Сейчас я бы нарисовала ее по-другому. Этот арт я нарисовала в новогоднюю ночь, Тигнари и Калии. Я совершила огромную ошибку. Видите, на заднем фоне нарисованы хвойные деревья, но они-то живут в тропиках. Ну а так работа неплохая, мне нравится. Мы почти подошли к концу. Тут у нас Цурумару и Станца Мечей. Мне нравится фон, цвета красиво дополняют работу. Как я говорила в начале обзора, у меня еще есть арты с цветами. Тут уже нарисовано несколько видов растений, а именно трава-светяшка, подисара, мята, наку и закатник. Мне очень нравится, как получилось подисара. В будущем я хочу порисовать оружие и еду из геншина. Это для меня тоже не свойственно, но я буду покидать зону комфорта. Тут у нас снова мои персонажи. Не первый раз они в этом видео. Вот первый арт с ними. Тут они уже в полный рост. В принципе неплохо, но это не финальный их дизайн, пока просто примерный. И завершает скетчбук арт с моей Аслиной. Идея арта пришла ко мне во время сессии. Наверное это странно, но так оно и есть. Тут руки Лины держат конструкция от марионетки, а в глазах крестик и нолик. Мне нравится этот образ, поэтому в будущем я его еще раз нарисую. На этом все. Весь скетчбук мы с вами просмотрели. Можете отметить в комментариях, какой арт вам нравится больше. Для меня это было необычное видео. Я первый раз показываю свой скетчбук. До этого я заканчивала еще два скетчбука. Вот они. Также если я говорила много или мало, то прошу прощения, это мой первый опыт. В будущем я буду делать еще разговорные видео. Так можете сказать, чтобы вам было интересно послушать. На этом буду заканчивать. Спасибо за просмотр и вашу поддержку. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok